Акаки Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свой шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акаки Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды. Одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте. В швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее круглом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель, и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. начали поздравлять его, приветствовать. Так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акаки Акакевич потерялся совершенно. не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец, один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордится и знается даже с низшими себя, сказал. Так и быть, я вместо Акаки Акакевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай. Я же, как нарочно, сегодня именинник. Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотой предложение. Акаки Акакевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через сто случаев пройтись даже к вечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акаки Акакевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвращался домой в самом счастливом расположении духа. Скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно расползшийся. А он взглянул на него и сам даже засмеялся. Такая была далекая разница. И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело, и после обеда уже ничего не писал, никаких бумаг. А так, немножко посиборитствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дело, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять, и все, что не есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере то, что чиновник жил в лучшей части города. Стало быть, очень не близко от Акаки Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением. Но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые. На мужчинах попадались бобровые воротники. Реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками. Напротив, все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках с лакированными санками, с медвежьими одеялами и пролетали улицу, вяжа колесами по снегу кареты с убранными козлами. Акакий Акакевич глядел на все это как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживший таким образом всю ногу, очень недурную, а за спиной ее из дверей другой комнаты выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой. Акакий Акакевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своей дорогой. Почему он усмехнулся? Потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомая, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье? Или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее. Ну уж эти французы. Что и говорить уж, ежели захотят что-нибудь того, то уж точно того. А может быть, даже и этого не подумал. Ведь нельзя же залезть в ду...